Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Компания Nintendo по праву считается одной из самых авторитетных в игровой индустрии. Игры, которые она выпускает, уже давно стали классикой. И так уж получилось, что почти все проекты Nintendo были придуманы одним человеком. Зовут его Сигеру Миямото. И сегодня он, пожалуй, самый известный японец. Ну кто не слышал про Данки Конга или не играл на Денди или Ви? Началась карьера Миямото со скромной должности художника. В Nintendo сочли, что именно художник, а не программист, должен создавать игры. И не ошиблись. Очень скоро Сигеру Миямото выпускает свой первый шедевр. Это были супер-братья Марио, которые сразу же перевернули видеоигры с ног на голову. А спустя полгода появилась его следующая игра «Легенда о Зельде». Считается, что Сигеру Миямото, создателя серии, вдохновило его воспоминания детства. В юности он очень любил путешествовать и исследовал леса близ своего родного города Киото. И однажды он нашел, наткнулся на пещеру. И именно воспоминание об этой пещере послужило вдохновением для создания серии «Легенда о Зельде». Именно поэтому, наверное, в самой игре такое значение уделено пещерам различным и исследованию подземелья. Новый проект оказался совсем не похож на приключения братьев Марио. Вместо вида сбоку мы видим героя сверху и можем передвигаться во всех трех измерениях. Сам протагонист тоже не похож на водопроводчика. На этот раз мы играем за облаченного в зеленую тунику эльфа по имени Линк. Цель у Линка, правда почти как и у Марио, спасти принцессу. Но новая игровая механика заставляла делать это совсем по-новому. Просторы фэнтези мира Хайрул просто поражали воображение. В далеком 86-м году еще не было игр с подобной степенью свободы. Впервые геймер сам мог выбирать, какой участок мира ему исследовать. Легенда о Зельде стала первой видеоигрой с возможностью сохранения. Виной тому, опять же, небывалые размеры игры. Пройти ее за раз было почти невозможно. Самая притягательная в Legend of Zelda — ее история. Мир игры в Legend of Zelda был создан тремя богами по легенде. Это Дин, Нару и Фару. Именно поэтому в основе этого мира лежат три сила, так называемые три форса. И именно баланс между ними обеспечивает жизнь этого мира. Судьба выбирает обыкновенного эльфа по имени Линк освободить похищенную злодеем Ганоном принцессу Зельду. Но не все так просто. Спас принцессу и получил поцелуй в награду. Это уже не Марио какой-нибудь. По ходу событий мы узнаем, что мир эльфов зиждется на трех элементах. Если баланс между ними нарушается, мир повергается в пучину катаклизмов. А олицетворяют эти элементы всегда три человека. Кто-то храбрость, кто-то мудрость, а кто-то силу. В общем, как вы уже поняли, если Линк не спасет принцессу из лап Ганона, то миру эльфов придется не сладко. Отличительной чертой оригинальной Зельды стала ее музыка. В те времена такой музыки в видеоиграх еще не было. То есть это были не просто какие-то случайные синтезаторные звуки, а действительно настоящая полноценная музыка. Пусть пока еще и 8-битная, и достаточно простенько исполнена, и просто звучащая. Но сама мелодия игры уже очень четко прослеживалась. Игра захватывала с первой минуты и не отпускала до последнего квеста. Изначально она задумывалась как РПГ, но в процессе работы над ней появился новый жанр. Экшн-приключения. Герой получает новые способности не за счет монотонной прокачки, а после нахождения спрятанных по миру артефактов. Получилось доступно и увлекательно. Открыл секрет, обрел новую способность. Так как предметы получили главенствующую роль, для взаимодействия с ними был придуман небывалый интерфейс. Вы только представьте, он состоял из ячеек, в которых хранились найденные предметы. Вам может быть смешно, а в свое время это была еще одна революция. Через год легенда о Зельде получила продолжение в лице Зельда 2 The Adventure of Link. Продолжение легенды у Зельды, к сожалению, не повторило успех оригинальных частей, оригинальной игры. И у этого было несколько причин. Во-первых, несколько изменился игровой процесс. То есть теперь действительно в игре появился элемент платформера, чего раньше не было. И это такой действительно шаг навстречу публике, что поклонники серии постоянные действительно приняли меня с восторгом. В историю серии данная часть вошла как самая неудачная. И действительно, уровень сложности значительно возрос. Пройти игру было под силу только настоящим эльфам. У остальных просто ломались джойстики. В Зельда 2 зачем-то добавили классическую для РПГ систему прокачки персонажа. Все это выглядело и вовсе странно на фоне нового дизайна уровней. Ведь сверху остался только пока Link находится на глобальной карте. Стоит заглянуть в замок или подземелье, как игра превращается в обыкновенной платформер. Но при всех недостатках были у второй Зельды и положительные стороны. Сюжет второй части стал несколько мрачнее. Если в прошлой части мы спасали принцессу всюду-навсюду, то теперь у нас задача посложнее. Нам ее нужно воскресить. Дело в том, что после проклятия, который на нее наложил Ганон, она впала в такую спячку. И задача Линка, как и положено в любой нормальной европейской сказке, пробудить принцессу. Для этого он должен собрать все элементы силы трифорса. Все-таки игру делал Сигеру Миямото. Например, Зельда 2 – это первая игра, где герой умеет превращаться. Например, в пчелу, чтобы пролететь через замочное отверстие. Шоком для многих стал тот факт, что Линк мог уединяться с девушками, которые за небольшие средства помогали восстановить силы. После неоднозначной второй части о серии Леджендов Зельда ничего не было слышно целых пять лет. В 91-м году началась новая эра. Свет увидела консоль Супер Нинтендо. А еще через год вышло продолжение Зельды – A Link to the Past. Субтитры создавал DimaTorzok